Добрый день, уважаемые зрители! Меня зовут Усманов Павел, я профессиональный инженер-строитель. Мы находимся на объекте в поселке Певчье. В данный момент мы монтируем сложную кровлю с покрытием из металла черепица. На данном объекте мы производим комплексные работы по возведению здания из газоблока. На данном объекте у нас используется маверлат и коньковый парагон сечением 150 на 150. Для надежного закрепления к армопоясу стропильной системы. Стропильная система временно прихвачена на гвозди. В дальнейшем будет усиление, естественно, то есть стропильные ноги в коньке будут связаны между собой. И, естественно, будут более надежно закреплены к маверлату. В принципе, вот двускатная кровля. Двускатная кровля в этой части. Здание симметрично состоит из двух симметричных половин. С перемычкой между ними. Получается вот двускатная кровля. В центральной части вот под 90 градусов примыкает к этому коньку, конек, перемычки. И в той части здания такая же двускатная кровля. То есть три, по факту, три двускатные кровли, пересеченные между собой под 90 градусов. Значит, это у нас маверлат сечением 150 на 150. Уложен на гидроизоляцию. То есть отсечен от армопояса. Армопояс выполнен для распределения несущей сосредоточенной нагрузки от стропил. Маверлат прикрепляется к армопоясу с помощью анкерного болта на 200. То есть он тут заглублен. И вот настолько он закреплен. Это делается для того, чтобы кровля не имела подвижки в горизонтальных плоскостях от каких-либо нагрузок. И также от ветровой нагрузки, чтобы не отрывало кровлю. При урагане, грубо говоря, аэродинамические воздействия на кровлю происходят. И ее может просто поднять. Кровля выполнена из обрезного материала. Ровный, хороший обрезной материал. Будет досушиваться. То есть, ну, несколько лет, возможно, будет досушиваться материал. То есть сразу утепление не будет производиться. То есть мы по стропилам пустим гидроизоляционную мембрану. Гидроветрозащитную пленку ЮТОВЕК-115. Дальше будет брусок, естественно. И шаговая обрешетка для металлической кровли Грандлайн классик. Значит, стропильные ноги. Это обычные доски, поставленные на ребро сечением 50 на 200. Вырезаны углубления для того, чтобы, естественно, смонтировать на мауэрлат и на коньковый прогон. Стропильная система здесь наслонная. То есть стропила не имеют, не оказывают на наружные стены распирающего эффекта. То есть они опираются на коньковый прогон. Выполнен у нас из Лутавра. По расчету, естественно, подобран. Обоснование того, что выбран металл, в том, что дерево клееной конструкции намного дороже оказалось балков. Завод-изготовитель озвучил большую сумму. Но мы выбрали Лутавр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!